Зажигательные кавказские танцы, ритмичные таджикские песни. С такого творческого перформанса началось совсем не творческое обсуждение больного вопроса. Национального. Форум против ксенофобии и национализма прошел в Москве в День народного единства. Для российских националистов 4 ноября повод с улицы прокричать о ненависти к приезжим. Для тех, кто думает иначе. Возможность ответить русскому маршу. Мы собрались сегодня для того, чтобы обратить и к нашей власти, и к нашей оппозиции, и к нашему обществу один очень четкий, внятный, конкретный призыв. Хватит заигрывать с ксенофобией и национализмом. Словам Сергея Митрохина, толерантность и терпимость поверили далеко не все. Многие общественники так и не смогли простить бывшему кандидату в мэра Москвы его предвыборную агитацию. Тому, что происходило на выборах мэра, мы это видели. Ни один не отказался от антимигрантской риторики, к сожалению. В том числе и Сергея Митрохина. Увы. И никак нельзя объяснить плакат, плакат «Я верну вас к москвичам», что это от чиновников. Все это понимали по-другому. А как твое слово отзываться надо, естественно, думать. Митрохина обвиняли и тут же оправдывали. Старший зарадник по партии Григорий Явлинский встал на защиту, которая позже свелась к агитации. Уже есть лидеры в этой позиции. Вот один из них Сергей Митрохин. Здесь вспоминали Берелева, Манежную площадь и просто тех, кто пострадал от националистов за цвет кожи или разрез глаз. Известная правозащитница Людмила Алексеева призывает бороться с пороками общества. Правда, сама признается, по восточным национальностям она не эксперт. По определению, нормально население должно быть многонациональным. На улицах Москвы режут людей за то, что они не так выглядят. Причем, слушайте, не только те, кто режет. Я тоже не отличаю. Вот скажем, Узбека от Ирнуша. О трудностях национальной идентификации говорил и Григорий Явлинский. Политик уверен, что для большинства наших соотечественников разницы между жителями Закавказья, Средней Азии и Республик Российской Федерации нет. Люди это не могут отличать. Они не понимают, какая разница между гражданами России и Северного Кавказа и приезжими с разными из другого государства, такого, как, например, скажем, Азербайджан или, скажем, например, Таджикистан. Это невозможно людям определить. И здесь появляется вопрос о защите одних россиян от других. В многонациональной России более 180 народов. Большая часть из них не принадлежит к славянскому этносу. Как выглядят эти люди и какое гражданство имеют, многих совершенно не волнует. Особенно в Москве. Бьют ведь, как в том старом советском анекдоте, по морде, а не по паспорту. И в 90-е годы я сталкивался с проявлениями такой бытовой неприязни на этнической почве. То есть, когда бабушки-старушки вслед бросают, понаехали тут. Когда даже в органах власти чиновники допускают в адрес нас, коренных народов, такие выражения, как, извиняюсь, очень грубо звучит, черножопые, чурки, хачки и так далее. В режиме свободного микрофона на форуме высказаться могли многие. Мнения и примеры звучали разные, но вывод практически у всех одинаковый. России не нужны национализм и ксенофобия. Субтитры создавал DimaTorzok